ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, я в полном порядке. А вы? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброго времени суток наши дорогие. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Телезрители. Ну что ж, как всегда будем кушать. Ну без еды сами понимаете, не туда и не сюда. Как и без воды. Подожди, давай покажем сначала, что у нас сегодня. У нас сегодня вермишелька и запекли, что корейка что ли она называется, свиную корейку под сыром с помидоркой, ну почти стейк, ну ничего, ну и конечно же капуста, потому что она полезная, наверное, кстати, кушайте капусту, В ней много полезных аминокислот, как говорится, дешево, сердито, но вкусно. О, какая капустея. Ты чего молчишь, ешь? Чего ешь ты? Жду команды. Блин, вот это да. Раскрыла. Пачку-то. Это бачка. Ну ладно, соловья баснями не кормят, надо трапезничать. Думали, думали, что приготовить. И вот надумали. Решили этим сделать вот. Спагетти. А раз уж мясу хватили по дешевке, нашли хорошую лавочку по 175 рублей там. Вот. И решили кушать. Вот прям не знаю, хочу я майонезы или не хочу. Наверное, хочу. Вот. Так что, такие дела. День у нас прошел насыщенно. Кстати, рубашечку под пиджачок мы купили. Целых две. Целых две. Светлый стальной цвет и светлый фиолет. Сиреневый. Ну, он сиреневый, светлый фиолет. Так этот, цивильненько смотрится. Опять мы, значит, искали рубашки, вы не представляете. В торговом центре две семьсот. Рубашка. Обалдеть. Две пятьсот. Там и две пятьсот, и две семьсот, и две триста. Ну, вообще, да. Цены разнообразные. Дешевле двух тысяч нету? А что? По шифту я бы не сказала, что больно-то. Хороший. Да? Как и везде. Как говорится, кто ищет, тот находит. Мы нашли подешевле. Мы нашли за шестьсот рублей одну, а другой за восемьсот. Так что, нам повезло. Да. Вот такие мы везунчики. Да, ну... За две тысячи, конечно, дороговато. Даже очень дорого. Не то, что дороговато, а дорого. Ты так вот накручивай. Ну, берите хорошо. Сейчас мы накручим. Что, у тебя глаза спадают? С носом. Представляете, в прошлый раз мы кушали, думали, что наелись. Но и тут-то было. Да. А я предупреждал, что будь за кадром, это совсем две разные вещи. Сама даже не знаю, как так получилось. Надо мало есть. Да. Кадр закончился. А за кадром... Ну, я не сразу есть-то начала. Не сразу. В общем, как мы покушали. Где-то спустя. Минут через 20. Нет, 30. Или 40. Ну, да-да, отдаляй, отдаляй. Ну, я решила еще покушать. Думала, хочу, не хочу. А я знал, этого будет ей мало. Ну, так что я... Почему я так поступила, сама не знаю. Ну, организм захотел покушать, пришлось его покормить. Ну, просто от всего отказался. Так сразу раз и все. Что тебе? Тебе нам ножек надо было дать, да? Что, не прожарилось? Не знаю. Я его сначала отбивала, потом мариновала. Ты его сплющила. Нет, я его сначала отбила. Ну, свинину я имею в виду. У нас опять свинина, да. Говядина слишком, это, дорога. А свинина по 175 рублей. Но мы берем эту, постенькую. И, впрочем... В общем, я ее отбила. Потом с луком, с перчиком замариновала. Настаялась где-то целый день. И вот к вечеру я лучок вниз. На противень. Мясо потом. И сверху помидорки порезала. Ты от темы от не отклоняйся. Ты подожди. Помидорки порезала. Вот. Помидорка дает сок, пропитывает мясо. И оно сочное становится, кстати. Все это запекалось. Потом как чувствую, что мясо готово. Укропчик порубила. На эту помидорку. И сырком. Топором порубила. Да. Она может. А верхним теном зажариваться. И хорошо. Она может. Могу. Все, могу. Баба способна. А все нет слов. А что получилось-то? Не хотели мы мясо-то брать. А так получилось. Мы поехали вообще за ребрами. Я люблю ребрышки. Потому что их можно и супчик сварить, и потушить, и пожарить, и просто сварить, поесть. Ну, то есть нормально. У нас, в дом, который работает, там туши рубят. Ну, как тебе надо, так отрубят. Ну, а я говорю, нарубите нам ребер. Такие глаза на нас, типа, ну, что, берите с корейкой. Там мясо-то, говорит, вон сколько. А это только, говорит, кости, цена одна. А мне надо ребра. В общем, удивился мужик. Даже очень, да? Да. А думал, наверное, про себя. Что за странные люди? Обычно люди-то мясо спрашивают. А мы ребра. Да еще за эту же цену. Да, цена одна, не важно, там, ребра, задок, передок. Все по одной цене. Ну вот, пришлось эту корейку брать. А раз взяли, что, думаю, запеку, пожалуй. Вот, запекла. Ну что, вроде нормально она. Опа. Живется. Нормально. Как шашлык. Почти. А вот мясо хорошо с капустой есть. Кстати, оно не жареное, запеченное. Так что ничего вредного нету. И без жира. Потому что оно хоть и жирное, но оно не жирное. Да, оно жирное, но не жирное. Вы чего-нибудь поняли? Угу. Будем худеть. Ну ты жил прям сразу раз и все, что ли? Сложно от привычек тогда еще походить. Да. Конечно. Задача эта не из легких. Это же все. В принципе, у нас, смотри, макароны, спагетти. На камере-то можно сказать одно, а за камерой-то еще раз на шархаться. Ну что из меня в жорт не делаешь? Ой. Кто из тебя ее делает? Природа однажды постаралась. Вот когда так давит, ведь тоже не похудешь, мне кажется. Так тоже нельзя. Надо поддерживать. Угу. Каким образом? Кушай больше, больше, больше. Ну как-то надо поддерживать. Уши никого не слушать. Ну не так, конечно. Ну да. Ну почти так. Ну как-то надо на меня воздействовать. Угу. Замок-то ведь не повесишь, народ. Угу. Как вот воздействуй. Надо рот зашить. Угу. И вообще не есть. Это тоже нельзя. Вообще нельзя. Офига не страдать будет. Вообще не есть нельзя. Ну ладно. Все равно что-то как-то должно сдвинуться у меня. Ну а будем надеяться. Ты в командировку уедешь, а я похудею. Обещаешь? Не знаю. Приеду с командировки-то. Что я вижу. У меня жена-то прям как будет. Как кипарис. Осиной талии. Ну уж прям те тут. За время командировки осиной талии не может быть. Это слишком быстро. Какая штука слонина талии. Ха-ха-ха. Ну. Ой. Вкуснотища. Радовались. Зима пришла. Она что-то опять превратилась в непонятно что. Не зима, а что-то знаешь что. Дождик опять идет. Плохо. Сегодня утром проснулись в шесть утра. Казалось бы, спи да спи. Какая-то дура. Под окном. Нет, так нельзя. Не дура. Какая-то уж слишком чистоплотная. С первого этажа решила выбить палас на снежке. Угу. Которого нет. В шесть утра. Капец. Ну естественно весь дом проснулся сразу. Шесть. Из-за этого раньше встали. Поспать не дали. Ну че ж ты. Лишила сна. Угу. Там это выбивало там хлоп-хлоп-хлоп раздают все. Ужас. И проснулись сразу все. Угу. Разругаться. А сон ты не вернешь уже? Да. Сонность он потерян. Это уже все. Самый ценный это ночной сон. А то он не всегда получается-то. Да, тут получится. То одни веселятся, то другие. Как это хорошо. Сырочек-то застыл. Прям. Да на мясе-то. Плохо ли? Мы пробовали овощи есть. Что-то не понравилось нам. Да, говорят овощи полезны. Надо привыкать к ним. Но когда только одним овощи ешь. В общем-то с овощей кушать хочется. Почему так? Что ж это овощи? Понятно. Мясо поешь, сразу хочется и чай. И на душе веселей. Ну, веселей-то одно сразу хочется. И чайку, и кофейку. Угу. И водички, поверь. А тут овощи-то мы поели что-то. Угу. Вообще ничего не хочется. И апатия сразу. Это да. У нас зависимость мясная. Веганами нам с тобой не быть. Какими веганами? Не веганы. Далеко до этого. Типа вегетарианцев что ли? Угу. Ммм. Как травой едят. Понимаешь, и сытой травой. Но только я не пойму. Организм тоже все равно требует. И мясо. Там какие-то должны получать организм эти элементы. Мясо. От каждой еды. А если постоянно трава. Ешь трава, пей трава, в туалет не сходишь никогда. Да нет, наоборот, сходишь. Угу. Ты так часто. А тут тоже все выходит полезно. Тоже нельзя так часто-то. Там тоже все вымывается. Угу. Ижи-то и страдает. Тоже не дело. Понятно, что не дело. Но это факт. Кстати, спагетти у нас гальяне из твердых сортов. Так что никаких сортов мягких нет. Ну, знаете, варили суп. Из этой капусты вот такой. Борж. С квашеной капустой. Такой вкусный. Такой вкусный, обычный. Ммм. Я думаю, кисляком будет отдавать. Чего подобного. Мы кастрюлю за день съели. Представляете? Мы можем супчик сварить. Мы сразу варим литров пять. Раз, три, поели. Не наелись. Все, и опять варим. Так. Да. Наверное, по стопу никто не жирает, как мы. Мы какие-то, наверное, не такие. Мы, наверное, обжора. Нам надо менять привычки. Вот эти вот. Привычки по питанию, скорее всего. Как-то переходить на другое питание. На, кстати, мы пробовали майонез заменять сметаной. Не то. И на сметану денег больше уходит, чем на майонез. Она дороже. Получается. В чем-то и дело. Опять не подходит. Снова незадача. Капусту часто мы едем, да? Она для желудка полезна. Хорошо. В разумных пределах. Ну, а мы что, обжираемся, что ли? Зато это водички хорошо попьем. Мы же воду Трудникову пьем. А это да. Да, мясо хорошее. Хорошо приготовлено. Мясо плохим не бывает. Так, а сейчас мы на сыр положим макароны. И вот так вот их попробуем съесть. Опа! Еще макарон бывает сыром посыпают. Ты любишь? Посыпают. Угу. Я бы сказал, мясом посыпают. Это только сыром. Сыром. Говорят, уж очень вкусно. Да. Ну, раз говорят... Ты знаешь, раньше в школе учились, так давали. Народ-то ведь врать-то ведь не будет. Угу. На меня никогда не нравилось, я не любила. Ну, что от сыра зависит, а от чего она. Мяса там не было, вот мне и не нравилось. Понятно. Тоже плохо с детства меня к мясу приучили. Ничего хорошего. Так, вот теперь у меня трещит такой вопрос. А то если бы меня приучили кашем, я бы сейчас кашу только ел. Ну, сколько ты свинеть съела на свои... Ну, я еще не считаю. Ну, сколько я? Чего ты знаешь? Много, наверное. Катя, разница, сколько я их съел. Ну, съела, и что дальше? Ну, просто интересно. Ну, много. Вагон-то точно, наверное. Ну, блин. Ну, может, полвагона. Ну, ты же, Радя. А все глиняным пареньком называли. Надо пельмени мечеть. Вообще, бесчурые. Вот и считаешь. Ммм, безсовестно. Мечет. Да мне не жалко. Мечет и крово. А пельмени кушают. Вроде доела. Постараюсь после выключения мотора не кушать. Вообще-то, надо сегодня можно и не есть больше. Она постарается. Сейчас уже вечер. Но обещание не дает. Я постараюсь сегодня только пить воду. А ты меня не подпускай к еде больше, ладно? Ты же стараюсь. Я только пойду, а ты скажи. Любимая, ты уже накушалась. Хватит. Больше не кушай. А мясо-то рядом. Не, мясо у нас еще два куска осталось. Правда, их можно и сейчас съесть, но не будем. Мы их завтра съедим. Мы даже. Что хочешь показать? Вот. Два куска. А то вот так вот. Покажи, наверное, надо вот так лучше. Вот. Такие. Вкусные. Ну, мы их завтра съедим. Я постараюсь держать слово. Постарайся, постарайся. А вы в меня верите, да? Что я похудею, не похудею. Я тоже верю. Не, ну, если только на меня со стороны посмотреть, с таким настроем он вряд ли, но но предубеждение какое-то в голове это происходит, что надо все-таки. Да. Надо. Чего-то там срабатывает, срабатывает. Вот потихонечку, но срабатывает. Оно же не может сразу там хопа! Все. Буду худеть там или как. Нет, оно это все постепенно. Оно копится, 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 потом все. Вуаля. Да. И все там, афигурс-та. Чего? Мечты, мечты. Он нашел. Хотя бы. Мечтами живет человек. Да. А уж мечты у всех разные. Главная задумка есть. Главная цель поставить. Ага. Так что покушали, покидали, да? Вроде наелись. Вроде наелись. Вдом, наверное, тоже наелись. Или не наелись. Ну, спасибо вам за просмотр. Спасибо, что вы с нами. И до новых встреч, наши дорогие телезрители. Телезрители. Пока-пока. Пока-пока-пока-пока. У-у-у-у-у-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u Продолжение следует...